МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 10 сентября 1943 года наступающие советские войска освобождают Мариуполь. Глазам освободителей предстают кварталы сожженных домов, полузатопленный танкер в канале и искореженной металлоконструкции заводов. Но, несмотря на все это, нарком танковой промышленности Вячеслав Малышев сразу же отдает приказ о скорейшем введении в строй Мариупольского металлургического комбината. Главным проектом Малышева на тот момент был танк ИС Йосиф Сталин, который должен был восстановить баланс сил между советской и немецкой бронетехникой. В начале осени с фронта начинают поступать тревожные сообщения о массовом появлении на поле боя новых немецких танков «Пантера» и «Тигр». О ней встречается уже повсеместно, от северо-западного до южного фронтов. Дальнобойные пушки немецких кошек, оказывается, способны поразить любой советский танк на дистанции километр-полтора. Сами же они на том же расстоянии остаются неуязвимыми за счет брони. С немецкой стороны произошли очень важные изменения. Появились новые средние танки «Пантера» и тяжелые, наконец-то по-настоящему тяжелые танки, хорошо известные «Тигры». И это было очень важное качественное изменение. До сих пор ничего у немцев подобного не было. Сталин лично требует от наркома Малышева срочно выпустить новые советские танки. Но промышленной базы для запуска большой серии нет. Ресурсы Урала почти исчерпаны. Ленинград остается в кольце блокады. Мариуполь только освобожден. Однако в период, когда Сталинградская и Курская битвы изменили ход войны и последний бой уже близок, все эти аргументы не действуют. Красной армии срочно нужны танки с длинными руками и адекватной защитой. Без них были невозможны крупные наступательные операции и прорыв хорошо укрепленных линий обороны противника. Новые танки должны были приблизить конец войны. Создать ИС, чтобы победить. ИС, как радикальное решение проблемы противостояния с новой немецкой техникой, он был необходим. Называется «Как хлеб, как воздух». Зачем Шпеер и Гиммлер делили заключенных? В начале 1943 года количество заключенных, занятых военной промышленности, составляло 120 тысяч человек. А к концу 1944 года уже 700 тысяч. И кадровый вопрос в Люфтваффе. Снизился уровень подготовки личного состава, потому что были выбиты опытные кадры, а молодые летчики обучались уже по ускоренным и упрощенным программам. В начале осени 1943-го на вооружении Красной Армии появляется танк КВ-85 и самоходная артиллерийская установка Су-85. Новая мощная пушка позволяет пробить броню новых немецких танков. Но для всех очевидно, это временное решение. Модернизировать надо весь советский танковый парк. Бывший нарком Зальцман, вернувшись в кресло директора Кировского завода, предлагает ограничиться переделкой КВ. Однако новый нарком Малышев этот вариант отвергает. Хорошо помня, как нерешительность Зальцмана стоила ему поста. Он предпочитает рискнуть с запуском абсолютно новой машины. В октябре 1943 года начинается серийное производство тяжелого танка ИС-1. А уже через два месяца его собрато ИС-2 с мощной 122-мм пушкой. Достойный ответ, который предоставила танковая промышленность Советского Союза, заключался прежде всего в бронировании новых танков, которые позволяли относительно надежно защищаться от немецких противотанковых пушек и пушек новых танков. Если снаряд ИС-2 попадал во вражеский танк, он, конечно, его разносил почти в клочья. Узким местом производства новых танков ИС сразу становится изготовление броневых корпусов. Пока восстанавливался Мариуполь, их выпуск начали на Урале. Но мощностей там хватало только на производство тяжелых танков КВ. Малышев ищет по стране и закупает за границей прокатные станы для изготовления тяжелых броневых листов толщиной 90 мм. На тот момент их мог произвести единственный на Урале завод магнитогорский металлургический. Вот есть у нас магнитогорский, только там делают броню. Эта броня очень дефицитная. Для того, чтобы минимизировать дефицит толстых катанных броневых листов, нужно было максимально развивать броневое литье. И вот это как раз было очень серьезной инновацией. Что удалось сделать для танков серии ИС? Это летая носовая часть, летая подбашенная коробка и башня. Тоже изготавливалась литой. Еще одно передовое решение для новых ИСов отработали на легендарных Т-34. Для отливки их башен предложили использовать металлическую форму, так называемый кокиль. Эта технология использовалась в цветной металлургии. Для производства танковых башен она оказалась более эффективна, чем применявшаяся раньше отливка в форму песчаную. Кокиль позволял экономить на каждой башне тонну броневой стали. Но главное, период охлаждения уменьшился с двух суток до полутора часов. Башни буквально выпекались, как пирожки. В 1944-м на Урале впервые в мире в кокиль отлили такую крупную деталь, как подбашенная коробка танка ИС размером 2,5 на 3 метра. Современные технологические новшества позволили ИСам быстро встать на поток и обогнать по времени выхода на поле боя новый тяжелый танк союзников «Першинг», который разрабатывался одновременно. Советский тяжелый танк ИС и, прежде всего, его модификация со 122-мм пушкой ИС-2, он появился на поле боя уже в марте 1944 года. «Першинг», тяжелые танки «Першинг» появились на поле боя только год спустя после советского ИСа. И вплоть до этого момента американские танкисты вынуждены были воевать в условиях превосходства бронетехники противника в качественном аспекте. Но головокружение от победы у советского танкопрома быстро прошло. Субтитры создавал DimaTorzok Встреча сражались на фронтах, в кабинетах их создателей было не менее горячо. В феврале 1944 в Германии рейхсминистр вооружений Альберт Шпеер серьезно заболел. Известие об этом было воспринято во властных кругах Третьего рейха неоднозначно. Дело в том, что обычно Гитлер мотивировал отставки чиновников их состоянием здоровья. Поэтому сообщения о болезни Шпеера воспринимались как предтечи его скорой отставки. Шпеер стремился лично представлять свои успехи прежде всего Гитлеру, а также широкой общественности. Когда в начале 1944 года он заболел, нашлись те, кто захотел перетянуть его успехи на себя и убрать Шпеера с линии огня. Надо сказать, в 1944-м настроить общество на тотальную войну кроме Шпеера пытались Геббельс и Гиммлер. Они убеждали немцев, что теперь, так сказать, хорошая жизнь закончилась. Теперь мы должны, наконец, действительно вести здесь войну всеми доступными средствами. В момент отсутствия Шпеера, рейхсфюреру СС Гиммлеру удается внушить Адольфу Гитлеру мысль о том, что у его ведомства должна быть своя промышленность. К 1944-му войска СС уже существовали как параллельная армия, а теперь появлялась и параллельная ССовская экономика. Пока Шпеер выпустил бразды правления, Гиммлер присвоил для своего ведомства венгерский Манфред-Вайс-концерн – большое предприятие по производству вооружений. По мысли Гиммлера, он должен был стать ядром для формирования экономической части СС. Из этого венгерского концерна вооружений Гиммлер начал строить свою империю, параллельную существовавшей военной экономике Третьего рейха, как он считал, что можно будет сместить Шпеера и занять его место. А до тех пор, пока Шпеер находился на излечении, Гиммлер начал медленно, но верно прибирать к рукам различные проекты и ссылался при этом на то, что у СС уже есть некая промышленная база. И вот эта промышленная база неуклонно расширялась. Попытки ССовцев утвердиться на экономическом поприще затрагивали самые разные сферы. В тот период Гитлер настаивал на перевооружении вермахта самозарядными винтовками. Немецкие оружейники практически скопировали советскую СВТ и запустили в серийное производство ГВР-43. По мысли Гитлера, именно такое оружие должно было стать основным для пехоты. Производить новые винтовки Г-43 вызвался Гиммлер, опираясь на труд заключенных концлагерей. Гиммлер пытался достичь соответствующих успехов. Большая часть заключенных теперь использовалась для военной экономики, что привело к резкому расширению системы лагерей. Например, в начале 1943 года количество заключенных, занятых военной промышленности, составляло 120 тысяч человек, а к концу 1944 года уже 700 тысяч. Однако оружейная программа оказалась провалена. Рабский труд давал эффект только в сумме с грамотными инженерами-производственниками и квалифицированными рабочими. Наконец, вернувшийся ШПР тут же потребовал, чтобы не производство переносили в концлагеря, а наоборот, заключенных передавали в аренду предприятия. На деле же развернулась следующая практика. Иностранных рабочих арестовывали за незначительные проступки и отправляли в лагеря СС. В 1944-м ежемесячно изымалось 30-40 тысяч пленных рабочих. ШПР пытался протестовать, но безуспешно. Гитлеровские бонзы яростно боролись за арабскую силу, которая для слабеющей экономики Рейха могла оказаться спасительной. Почему реактивные самолеты фюрера не успели к высадке союзников в Нормандии? Проблема заключалась в том, что Гитлер хотел, чтобы этот самолет был не только истребителем, но и скоростным бомбардировщиком. Это долгое время тормозило дальнейшее развитие истребительной авиации. Время тяжелых советских пушек. К 1945-му году, естественно, нитро-глицеревым порохом мы эти системы обеспечивали. И супероружие Гитлера. Это была заря ракетной эры, без всякого привлечения. ШПР снова активно наращивал свое влияние в политической системе Рейха. Замахнулся даже на традиционную сферу влияния Геринга – авиапромышленность. Причем второй человек в Люфтваффе, Эрхард Мильх, верный рыцарь толстого Германа, готов был даже поступить со властью и передать бразды правления Шпейеру. Его связи могли спасти отрасль в период колоссальных потерь истребителей и дефицита топлива. Серьезные проблемы и на Западном, и на Восточном фронте, и прежде всего проблемы противостояния ударным самолетам союзников, вынуждают немцев максимально форсировать выпуск истребителей. Тех самолетов, которые должны были защищать и предприятия Рейха, и войска немецкие на поле боя в тылу. И для того, чтобы в максимальных объемах производить истребители, создается специальный управленческий орган, истребительный штаб, который должен был максимально концентрировать ресурсы на производстве истребителей. Успехи нового истребительного штаба сразу же впечатлили. Производство боевых машин в Германии выросло с 1300 в феврале 44-го до 3500 в сентябре. Но за организационным чудом Шпейера стояло всего лишь сворачивание производства других типов самолетов и широкомасштабное использование арабского труда. Впрочем, и штатные работники авиапромышленности, немцы, работали по 72 часа в неделю. Конечно, это дало лишь частичный успех. До самого конца так и не удалось справиться с потоками бомбардировщиков-союзников. Но это была, по крайней мере, попытка впервые проявить здесь активность в такой важной области и добиться соответствующих успехов за счет сотрудничества различных органов, власти и учреждений в районе. На момент создания истребительного штаба в марте 44-го в авиапромышленности уже трудились 36 тысяч военнопленных и заключенных концлагерей. С принятием программы приоритетного производства истребителей это число резко увеличилось. Поступление новых рабочих рук обеспечило в том числе изменение обстановки в Венгрии. Страна была фактически оккупирована, диктатор Хорти отстранен, а венгерские евреи арестованы и депортированы. Газовые камеры ждали большинство из них. Но примерно 120 тысяч человек из 500-тысячного еврейского населения Венгрии пережили войну в качестве подневольных работников различных отраслей промышленности. Платить за такую работу не надо. По сути, это бесплатная рабочая сила. А еще это своего рода буфер, позволяющий не ужесточать военные меры в обществе. Конечно, в Германии существовала трудовая повинность для женщин до 45 лет, но часто она не выполнялась, потому что существовала масса исключений. Эти исключения были возможны только благодаря использованию рабского труда заключенных, а также труда многочисленных остарбайтеров и иностранных рабочих, так называемых фреймдарбайтеров. Эти трудовые резервы позволяли обойтись без закручивания гаек в социальной жизни. Нацисты прекрасно осознавали, что совершают преступления. Выступая перед управленцами одного из предприятий авиапромышленности, Мильх громогласно заявил. Я предпочитаю делать то, что незаконно, но разумно и полезно. Быть призванным за это к ответу и даже, если вам угодно, быть повешенным за это, вместо того, чтобы быть повешенным, когда в Берлин войдут папаша Сталин или англичанин. После войны большинство промышленников всячески открещивалось от своих знаний о рабах и заключенных концлагерей на промышленном производстве. В частности, в своих мемуарах Шпиер очень деликатно обходит вопрос посещения завода Фау-2. Якобы он не видел, что там работают заключенные. Но факты говорят об обратном, о том, что все были в курсе, все прекрасно знали, что работают не только иностранные рабочие, но и заключенные концлагерей. Если Третий Рейх все чаще переходит на чрезвычайные методы управления, то в СССР от них уходят. В 1944 году советская промышленность входит в фазу устойчивой работы, снабжая фронт практически всем необходимым. И благодаря тому, что мы полностью восстановились, и не только восстановились, но и превзошли все возможные рамки, и благодаря помощи по Ленд-Лизу, и благодаря набранному опыту, то есть процесс пошел. В последний год войны Красная Армия все чаще использует тяжелую и сверхтяжелую артиллерию. В 1941-м она была выведена в тыл из-за отсутствия боеприпасов и ради спасения от захвата противникам. В 1942-1943 годах тяжелые пушки и мортиры использовали лишь эпизодически под Ленинградом и Ржевом. Снарядов для них было по-прежнему очень мало. Теперь же они успешно применяются в боях за освобождение Крыма, в операции «Багратион» и для уничтожения оборонительных сооружений немцев под Нарвой. Такая артиллерия, она эффективна именно при проведении наступательных действий, при взлаблении глубоко эшелонированной обороны противника, то есть когда не нужно уступать и постоянно дергаться, когда именно ты господствуешь в воздухе, а не твой противник. В 1945 году мы полностью ситуацию контролировали. Но и с другой стороны, такие системы, мы опять же помним, они нуждаются в пороховых зарядах из-за нитроглицериного пороха. Ну а к 1945 году, естественно, нитроглицериного пороха мы эти системы обеспечить могли. Начало мая 1944 года – последний спокойный период в истории Третьего Рейха. Советское наступление временно остановилось, высадка союзников в Нормандии отложена. И вдруг последовал страшный удар с воздуха. В своих мемуарах Шпеер писал, «День 12 мая я не забуду никогда, потому что в этот день война с точки зрения техники была проиграна». В этот день американские летающие крепости бомбили заводы синтетического горючего – самое слабое место германской экономики. Впрочем, спустя три дня на совещании у Гитлера настроение еще далеки от панических. Суточный выпуск горючего упал всего на тысячу тонн. Есть запасы и, главное, румынские нефтепромыслы. В борьбе с бомбардировщиками союзников решено сделать ставку на новый турбореактивный Мессершмитт-260. Гитлер хотел, чтобы этот самолет был не истребителем, а скоростным бомбардировщиком, что долгое время тормозило дальнейшее развитие истребительной авиации. Но когда самолетов стало достаточно, оказалось, что не хватает пилотов. Все были заняты на Советском фронте. И, конечно, не хватало топлива, чтобы успешно применять эти самолеты. Так что проблема Люфтваффе была в том, что, несмотря на наличие технологически продвинутых самолетов, эффективно задействовать их в достаточном количестве на поле боя так и не удалось. Еще одной проблемой реактивной авиации Германии был недостаток легирующих добавок для жаропрочных сталей. Из них изготавливались лопатки турбин реактивных двигателей. Турбины с приемлемыми характеристиками удалось запустить в массовое производство только летом 1944-го. И к высадке союзников в Нормандии реактивные самолеты Люфтваффе безнадежно опоздали. Им пришлось ограничиться охотой на самолеты-разведчики союзников. Череда неудач привела к поиску виновных. Подал в отставку Мельх. Престиж и влияние Геринга упали до самой низкой отметки с начала войны. Главным лицом всей военной промышленности Рейха стал Альберт Шпеер. Шпееру удалось представить себя успешным министром, умело создавая собственный положительный образ. С одной стороны, он оказался одаренным организатором, знакомым с проблемами военной экономики Германии, а с другой – мастером в привлечении к себе нужного внимания. Однако летом 1944-го, после разгрома группы армий «Центр» в операции «Багратион», Красная Армия вышла к нефтепромыслам Плоэшти в Румынии и лишила Германию этого источника жидкого топлива. Организационный гений Шпеера в этом случае был уже бессилен. Вышибли их из Румынии, бензинастер Румыния пошел в Советский Союз, отнялись из Закарпатья, и этот бензин тоже пошел на советские склады. И у немцев остался только синтетический бензин из угля. И его постоянно не хватало. Они начали расформировать воинские части авиационные. Под конец войны они почти лишились бомбардировочной авиации, разведывательной авиации, военно-транспортной авиации. У них оставалась в основном истребительная, истребительно-бомбардировочная, штурмовая авиация. А излишки летного технического состава сводили в авиаполевые дивизии и гнали на передовую. Теперь вся стратегия Третьего Рейха оказывается подчинена вопросу сохранения оставшихся источников нефти, даже самых незначительных по добыче. Единственным значимым нефтяным промыслом остается Венгрия. Она же обеспечивает Рейх сырьем для производства алюминия. Поэтому на защиту Венгрии от наступающих на Будапешт советских войск направляются все самые ценные танковые части. Безжалостно снимаются войска из Восточной Пруссии и даже из-под Варшавы, с берлинского направления. Все эти усилия пошли прахом. Немецкие контрнаступления в Венгрии были отбиты Красной Армией. И затем уже в марте Красная Армия развернула наступление на Венском направлении. И советские танки устремились в Австрию, где оставались последние заводы, производившие вооружение. Неудавшийся звездный час Гиммлера. Это стало производственной программой СС, то есть это стало производственной программой Гиммлера. И последний удар железного молота Шпеера. Появился план решающего удара по Ахиллесовой пяти советского ВПК. Гидро и электростанции. Уже не имея возможности нанести противникам удар обычными средствами, Германия пытается наверстать упущенное за счет инновационных вооружений. Гитлер надеется взять реванш своим новым чудо-оружием. В арсенале фюрера появляются беспилотные самолеты-снаряды Фау-1. Ракеты Фау-1 были ответом на невозможность использовать бомбардировщики для ударов по Великобритании. ПВО Великобритании была достаточно сильна, чтобы легко отбивать удары немецких бомбардировщиков. Ответом на это стало использование Фау-1, которые запускались в направлении Британии. И с помощью системы инерционных самонаведений должны были долететь до Лондона или других городов и взрывом почти тонны взрывчатки нанести какой-то ущерб. Точность попаданий Фау-1 была невелика. Беспилотные самолеты-снаряды успешно сбивались истребителями, но держали в постоянном напряжении ПВО Британии. Самолет-снаряд, к тому же, был очень дешев в производстве, составлял всего 2% от цены двухмоторного бомбардировщика. Из 18 тысяч построенных Фау-1, примерно 12 тысяч были в итоге применены в бою, и около 4 тысяч достигли британской, а затем нормандской территории. Около 6 тысяч человек погибли от применения этого оружия. Но падающие на городские кварталы Лондона Фау-1 уже не могли изменить ход войны. Для Германии они стали большим расходом взрывчатых веществ. Каждый самолет-снаряд содержал 850 килограммов взрывчатки, которые вместо этого могли быть использованы в минах и снарядах. И тем не менее Гитлер, терпя поражение по всем фронтам, продолжал свою дорогостоящую инновационную войну. И в начале сентября 1944-го к Фау-1 присоединились ракеты Фау-2. Оружием относительно дешевым. То Фау-2, как ракета, прямо скажем, инновационный образец вооружения. И все ракетные программы послевоенные, они выросли из Фау-2, причем в прямом смысле использования германского опыта. И Советским Союзом, и Англией, Америкой. Особенностью программы Фау-2 стало то, что это стало производственной программой СС. То есть это стало производственной программой Гиммлера. Ракеты были существенно дороже самолетов-снарядов. Стандартная цена Фау-2 составляла 50 тысяч рейхсмарок. Половину стоимости танка «Пантера» без вооружения. Было множество технических проблем. Основная заключалась в том, что в этом высокотехнологичном оружии не хватало боевой мощи. Можно было применять только до тонны взрывчатки. Поэтому немецкая сторона занялась разработкой ядерной боеголовки. Это мы знаем из документов советской военной разведки. Были даже соответствующие испытания весной 1945 года. Из-за угрозы воздушных налетов производство ракет разместили под землей. Для фабрики выбирали штольни, спроектированные под хранилище топлива в Тюрингии. Завод получил название «Миттельверке». С самого начала на предприятии работали заключенные концлагерей. Причем Ганс Каммлер, один из наиболее энергичных подчиненных Гиммлера, решил, что не надо строить жилые бараки. Заключенные должны ночевать прямо в тоннелях, рядом со своими рабочими местами, не видя дневного света неделями. За малейшее неподчинение казнили. Провинившихся заключенных вешали с помощью кран-балки. Такое технологическое использование промышленного оборудования для казней. И вот эта система Дора Миттельбау, она производила 600 ракет Фау-2 каждый месяц, вплоть до февраля 1945 года. На Нюрнбергском военном трибунале Альберт Шпеер отрицал знакомство с концлагерями, но он посещал «Миттельверке» и все видел. И все же, с точки зрения обстановки на фронтах, затраты на Фау-2 себя не оправдали. Они стреляли ими по Лондону, начиная с сентября 1944 года, выпустили, соответственно, несколько тысяч ракет. Они пытались стрелять по Антверпену по порту, они пытались стрелять ракетами Фау-2 даже по Римагенскому мосту. Но безуспешно, поскольку не было системы управления, неуправляемая ракета могла попасть только в цель типа города. Справедливости ради стоит сказать, что использование ресурсов в конце войны странами-победительницами тоже не было оптимальным. Воздушные силы Красной Армии систематически не расходовали произведенные промышленностью бомбы. После войны осталось 330 тысяч тонн. Для сравнения, за всю войну советские ВВС израсходовали миллион тонн. Большие споры о распределении ресурсов в последний год войны ведутся и в советском танкопроме. Запуск в производство тяжелых танков ИС лишь частично решает проблему. Зима 1944-го показывает все трудности противостояния «Тиграм» и «Пантерам» наших самых массовых средних танков Т-34 76-мм пушки. Чтобы подбить немецких «Кошек», они приближались к ним на 300-400 метров. На открытой местности, при имеющемся тогда уровне защиты, это оставляло экипажу мало шансов на выживание. Установку новой 85-мм пушки дает в руки танкистов меч. Но щит, то есть бронирование, остается на уровне 1942-1943-го годов. Нарком Малышев приказывает готовить производство новой машины – среднего танка Т-44. Проект решено реализовать в освобожденном Харькове. Танк Т-44 принципиально отличался в лучшую сторону от своего собрата Т-34 бронированием. Причем был убран люк с переднего броневого листа, то есть слабой стороной Т-34 был люк механика-водителя. Он находился прямо на лобовом листе, и при прямом попадании в него чаще всего машина поражалась. На Т-44 от этого недостатка избавились. На фронт танки Т-44 так и не попали. Результат – работа в Харькове и позже в освобожденном Ленинграде принесет уже после войны. Последний решающий удар по экономике Германии нанесли советские танки Первого Украинского фронта, прорвавшиеся в Силезию. 30 января 1945 года Шпейер передал Гитлеру памятную записку, начинавшуюся словами. После потери Верхней Силезии немецкая оборонная промышленность более не будет в состоянии хотя бы в какой-то степени покрыть потребности фронта в боеприпасах, оружии и танках. Добыча селезского угля какое-то время еще продолжалась, в том числе в непосредственной близости к фронту. Но для германской экономики все было уже кончено. Вермахт еще цеплялся за города и спешно построенные рубежи обороны, а Шпейер за свою последнюю надежду – операцию под названием «Железный молот». В 1944 году было понятно, что поразить советскую оборонную промышленность не удается. В результате появился план решающего удара по «Ахиллесовой пите» советского ВПК, гидро- и электростанции. Сначала не было самолета с достаточной дальностью полета. И тогда появился проект «Мистер». Идея была в том, чтобы использовать незадействованные из-за нехватки топлива бомбардировщики. В них планировалось загружать не только взрывчатку, но и горючие. Они соединялись в единую конструкцию с истребителем, за счет чего достигалось увеличение дальности полета. До цели истребитель летел за счет топлива бомбардировщика, а дальше мог вернуться на базу на собственном горючком. Предполагалось, что будут разрушены 8 из 13 электростанций. Этого удара Советский Союз мог уже не перенести. Но время уже играло против Шпейера, а фюрер сильно затянул с приказом о начале операции. Во-первых, не было точной информации о расположении электростанций, которые нужно было уничтожить. В итоге план «Железный молот» так и не был реализован. А сцепки «Мистель» без особого успеха использовались для того, чтобы атаковать переправу советских войск через реку Одер. В Великой Отечественной войне столкнулись две принципиально отличающиеся экономические системы. С одной стороны, лидер Европейской промышленной революции, с другой – растущая экономика, недавно модернизированная в индустриальную и заграрной. Против Германии играла ограниченная ресурсная база. Против СССР – территориальные и человеческие потери, утрата шахт и заводов. Проигрыш германской экономики – это в немалой степени проигрыш организационный. То, что при больших ресурсах немцы не вполне рационально их использовали. И борьба за власть мешала рациональному использованию тех ресурсов, которые имели. Борьба за власть, прежде всего, в верхушке Третьего рейха, между такими центрами силы, как СС Гиммлер, военное производство Шпиер и Геринг, который отвечал не только за Люфтваффе, но и за значительную часть вооружения. Вот эти три головы, они друг с другом постоянно сталкивались, а не работали одной командой. Немецкий ВПК не был рассчитан на настоящую долгую войну. Он существовал в постоянной борьбе между так называемым широким вооружением и глубоким вооружением. Немцы исходили из того, что их ожидает быстрая война, и ставили задачу в короткие сроки вооружить вермахт всем необходимым. Но они не рассчитывали на то, что придется вести длительную войну на истощение. Германия не могла выиграть эту долгую промышленную битву. С течением времени в Третьем Рейхе все больше преобладают технический авантюризм и непродуманные решения. Основанные на них проекты предсказуемо проваливаются, и ресурсы страны растрачиваются впустую во имя иллюзорных целей. В советской же промышленности, напротив, после болезненных потерь и поражений принимается ряд правильных и технически обоснованных решений. Ставка на мобилизацию, использование передовых технологий и, главное, полное и тотальное сосредоточение ресурсов для фронта. В итоге Урал побеждает РУР не только в прямом, но и в переносном смысле – в битве экономик. Редактор субтитров А.Семкин